Моя исповедь 16 августа 1990 года То, чему я учу, это сплошная чепуха, абра-кадабра. Это не имеет смысла, кроме как для истинного «я». У меня нет учения, это просто моя исповедь. Для большинства людей это бесполезно, потому что я не даю никаких направлений. Я не говорю вам медитировать по 12 часов в день, или стоять на голове, или шептать мантры. Инструкций нет. Есть только мое личное признание, то, как я чувствую. Для некоторых людей это несет нечто хорошее, поскольку это невидимая инструкция. Просто пребывая здесь, просто открыв свое сердце, что-то происходит. Поэтому не слушайте своей головой. Не пытайтесь анализировать, выносить суждения, или прийти к какому-нибудь заключению. Я всегда говорю, даже не нужно верить моим словам. Почему вы должны верить? Кто я? Я никто. Нет важности у никто. Слушайте свое собственное сердце. Я словно зеркало. То, что вы видите во мне, это вы. Следовательно, то, как вы себя чувствуете, это то, как вы чувствуете меня. Потому что вы смотрите в зеркало. Я могу истинно сказать, что я есть окончательное единство, абсолютная реальность, пустота, нерожденная, нирвана. Я есть то я есть. Многие люди, когда читают духовные книги по Адвайте Ведантия и Реджняну Марги, сразу же пытаются играть роль. Они запоминают много цитат, высказываний. Они становятся бесполезными. Вы должны пройти через духовные дисциплины, чтобы попасть туда, где пробудетесь. Возможно, я выполнял эти дисциплины в предыдущем воплощении, поскольку я ощутил все это, когда был очень молод. У меня не было понятия, что это такое, пока я не прочитал книги. То есть чтение книг подтвердило мое переживание. Затем я поехал увидеть Рамуна Махарши, поскольку я уже ощутил это. Разницы нет. Мне нужно быть очень аккуратным со словами, потому что иногда этот путь дает людям право становиться высокомерными, несносными, грубыми. Если у вас действительно есть жняна, знания, все совсем наоборот. Вы показываете заботливость, милосердие, сострадание, радость. И вы выражаете себя как это. Многие из нас верят в причину. В метафизике мы учим, что у всего есть своя причина. Даже на пути Джняна Марги мы говорим, что есть основа. Но это лишь для того, чтобы объяснить, что есть сила, лежащая за всем. По правде я вам скажу, что основа нет. Причин нет. Ничто не имеет причины. Поскольку нет причины, нет следствия. Я говорю о простом. Вы всегда ищите причину. Почему вы такой, какой есть? Почему у вас такие привычки? Почему вы выглядите таким образом? Почему добры и почему подлы? Вы всегда ищите оснований, решений, причины. Но оснований нет. Причин нет. Следствий нет. Есть пустота. Пустота – это истинное «я». И «я» есть то. Сейчас, когда я говорю о «я есть», я не говорю о Роберте. Я говорю о всеприсутствии. Я есть то. Поэтому, когда я произношу «я есть», то говорю о всех нас. Поскольку есть только одно окончательное единство. И мы всем являемся безразличий. Люди задают мне странные вопросы. Думаю, это странно для меня, но не для них. Например, кто-то спросил у меня на этой неделе. Как так может быть, что великие мудрецы умирали от болезней? Не все, но некоторые из них. Например, Раман умер от рака. Не саргадата умер от рака. Иисус был повешен на кресте. И вопрос был такой. Если все эти люди были такими великими, почему они так страдали? Когда я слышу такие вопросы, то могу только смеяться. Ответ. Кто видит страдания? Для кого есть страдания? В моем затруднительном положении люди говорят, что у меня болезнь Паркинсон. Они пытаются помочь мне лекарствами, а мне приходится кусать себя за губу, чтобы удержаться от смеха. Потому что я вижу совершенство. Совершенство – это все, что есть. Единство – окончательная реальность. Больше ничего нет. Но вы говорите, но я вижу, как эти люди страдают. Мои глаза обманывают меня. Затем я отвечаю – небо голубое. Когда кто-то выводит меня на улицу и говорит «Роберт, посмотри на голубое небо», я соглашаюсь, но я знаю, что в действительности нет неба и нет голубого. Этого просто не существует. Это оптическая иллюзия, мираж в пустыне. Там кажется, что есть оазис с водой, но когда вы подходите ближе, там только песок. И это то же самое. Ваши глаза обманывают вас, ваши органы чувств обманывают вас. Вещи не такие, какими они кажутся. Все хорошо и все разворачивается так, как должно. Нет ошибок. Никогда не совершалось никаких ошибок. Сейчас не совершается ошибок. И никогда не будет совершено ошибок. Все совершенно, такое, какое оно есть. Следовательно, когда вы видите обстоятельства, перед тем, как судить, спросите себя, кто видит это обстоятельство, для кого есть это обстоятельство. Давайте возьмем простой пример. Если мы посмотрим на эту комнату и спросим, какое у вас впечатление от этой комнаты, один человек ответит, «Ой, я думаю, она милая». Другой человек скажет, «Для меня она ужасная». Другой скажет, «Она слишком маленькая». Кто-то еще скажет, «Она слишком большая». Кто-то еще скажет, «Она очень чистая». Кто-то еще, «Она очень грязная». Вот так вы видите себя. Вы ничего не видите, кроме себя. Мир – это отражение вашего ума. Вселенная – это ваше проявление. Если бы вы не существовали, Вселенной бы не было. Вселенная существует, потому что существуете вы. Вы – Вселенная. И это правда для каждого, так называемого, факта вашей жизни. Это факт, что кто-то умирает. Если кто-то умирает, это факт, но это не истина. Истина в том, что мы не рождены. Никто никогда не рождался. Если никто не рождался, как вы можете умереть? Никто не рождался, и никто не умирает. Опять-таки, это моя исповедь. Так видится мне. Именно это я имею в виду, когда говорю, это учение бесполезно для большинства людей. Потому что вы ничего не можете с ним сделать. И все же что-то происходит. Жизни улучшаются, духовность растет, приходят счастья и блаженства. Все это происходит спонтанно. Только за счет присутствия. И наш соценка об этом. Если вы присутствуете, не хватаясь за мысли, не манипулируя, не играя в игры ума, не пытаясь улучшить себя, без раздумья о себе, без раздумья о других, все хорошее случается само по себе. Почему? Потому что пустота есть добро. Нирвана – это абсолютная реальность. Нерожденное есть истинное я. И вы есть то. Что еще мне сказать? Итак, что вы думаете об этом? Я открыт вопросом. У меня вопрос. Гора, возле которой Рамана Махарши провел свою жизнь, какой функции она играла в его просветление? И какую функцию имеют все природные зоны, гармонии, которые есть повсюду, и сбалансированные экосистемы мира, с которыми нам важно поддерживать связь? И это важно для некоторых людей. Аруначила по какой-то причине имела огромное влияние на жизнь Раманы. Аруначила – это еще одно имя Шивы. А семья Рамана и его предшественники все были почитателями Шивы. Гора позвала Раману в юном возрасте. Какая-то загадочная сила привела его к горе. Таково было его переживание. Были и другие, кто ходил вокруг горы и совершенно ничего не ощущал. Это было бесполезно для них. Такое же бывает и в других местах, о которых вы говорили. Для большинства людей они ничего не значат. С большинством людей, особенно Запада, может происходить так, что они воображают, будто что-то ощущают. Это игра ума. Точно так же, как исцеляющие скрепы. Вы доводите себя до безумного состояния и ждете, не дождетесь, чтобы попасть в этот исцеляющий скреп. Естественно, когда вы приезжаете туда, то происходит исцеление. Это не действие скрепа. Это вы, потому что сами доверили себя до безумия. Ваш ум был причиной этого. Я расскажу правдивую историю, в которой так случилось. В маленьком городке в Италии был исцеляющий скреп. Со всего мира приезжали люди, взбирались по ступенькам, становились на колени, и сотни тысяч людей действительно исцелялись от разных заболеваний. И вот правители городка узнали у каких-то ученых, что скоро будет землетрясение. Эта статья была в журнале «Время» где-то в 1967 году. И что решили сделать правители городка? Переместить останки святого, который был похоронен в этом скрепе, в другое место, где не бывает землетрясений. Они начали копать и увидели, что никакого святого там не было похоронено. Там ничего не было. Они построили скреп над ничем. Что бы рождало исцеление? Как получилось, что все эти тысячи людей исцелялись? И это все ум. Если вы оказываете на себя психологическое воздействие, то можете совершить почти все, что угодно. Опять-таки, чтобы ответить на ваш вопрос, большая часть из этого не имеет значения. Аруначила значило многое и для меня. У меня были переживания внутри Аруначила. Но для большинства людей это просто гора. Опять-таки, ответ такой. Работайте над собой, поклоняйтесь себе, обнаружьте себя, обнаружьте, кто вы есть. И когда вы сделаете это, все станет святым. Как сказал Моисей, земля, на которой я стою, это святая земля. Все становится святым. Не только некоторые места, а все. И только потому, что вы стали собой. Ваше всеприсутствие делает это святым. Вы должны стать одним совсем здесь. И вы сможете правдиво сказать, «Все это я. Я есть то». Это понятно? Да. Хорошо. В каком смысле дух всей Земли является нашей матерью? Нашим братом. Нашей матерью, как то, что дает нам рождение в другое состояние бытия. Земля не имеет силы без вас. Вы – сила. И Земля находится внутри вас. Когда вы становитесь сильным, сила есть и у Земли. Когда вы слабы, Земля слабая. Земля, как Вселенная, это ваше проявление. Мать, Отец – все это внутри вас. Все находится внутри вашего истинного Я. Нет силы, вы не вас. Когда вы видите, что где-то происходит какая-то сила, так происходит, потому что люди коллективно дают этому месту свою силу. Но это люди являются силой. Они неверно понимают. Они думают, что нечто имеет силу само по себе. Ничего не существует, кроме вас. Ничего не существует, потому что все меняется. Ничто не остается тем же. То, что меняется, не может быть реальным. К примеру, возьмите свое тело. Вы не всегда так выглядели. Когда вас зачали, вы были не больше, чем булавочная головка. Затем вы стали младенцем, подростком, взрослым. И теперь вы здесь. Вы никогда не были таким, как много лет назад. Это относится ко всему. Раньше этот стул был кусочком древесины, дерева. Теперь он стал стулом. Все появляется из одного и того же источника. Ничто. Ничего не существует, кроме истинного Я. Все как сон. Когда вы видите сон, вам снится, что вы летите на самолете в Китай или Японию. Затем вы возвращаетесь сюда и идете спать. Затем вы просыпаетесь. Это был сон. Это жизнь тоже как сон. В один прекрасный день вы пробудетесь и осознаете, кто вы есть. Вы осознаете, что нет силы вне вашего истинного Я. И даже внутри вас нет силы. Силы не существует. Существует только истинное Я. Больше ничего не нужно. То есть, это мы придумываем все эти игры. Это игры ума. Они не ведут нас к самореализации. Они ведут нас к дальнейшему заблуждению. Поэтому мы рождаемся снова и снова, пока не пробудимся. Тогда перевоплощение прекращается, и мы становимся полностью освобожденными и свободными, какими мы уже есть. Когда вы выходите на улицу и отрицаете, что есть голубое небо, вы видите небосвод? Или это не важно? Нет, я вижу не восвод, но я вижу свое истинное Я, как голубое небо. Конечно, я наслаждаюсь собой. Я всегда наслаждаюсь собой 24 часа в сутки. Однажды я спросил его то же самое, что касается шоколада и закатов. Он сказал, «Вы закат, которым наслаждаетесь. Но вы способны на это только тогда, когда растворяется эго. Уничтожьте эго». Давайте представим. Вы верите, что наслаждаетесь голубым небом, и тут начинается гром, молнии, вы напуганы и плачете. Что стало с вашим наслаждением? Когда вы осознаете, что вы есть истинное Я, и небосвод и гром являются одним и тем же. Ничего не может ранить вас. Вы блаженство. Вы стали сад-читанандой, бытие, сознание и блаженство. И это ваша истинная природа. Поэтому я сказал вначале, что эти слова бессмысленны. Пока вы не переживете то, пока этого не случится, они ничего не значат. Большая часть людей любит ходить на занятия, где учителя напевают мантры, дают относительные знания и рассказывают вам, как улучшить финансовое состояние, здоровье и стиль жизни. Эти люди притягивают тысячи последователей. Но, конечно же, всего этого не существует. Это существует только какое-то время. Вы переживаете хорошие чувства. Вы улучшаете свою жизнь на какое-то время. Но вам нужно продолжать жить, скоро вы умрете. А тогда где вы? Нигде. Поэтому я иду, и это дает мне хорошее ощущение, всегда чего-то не хватает. Это хорошо, когда вам это нужно. Нет ничего неправильного ни в чем. Я все равно буду получать хорошее ощущение и заниматься напеванием и другим, но я чувствую, что есть что-то большее, словно я не могу остановиться на этом. Тогда вы пойдете вперед. Вы пойдете туда, куда должны пойти. Посмотрите на дисциплину. Иногда у меня такое чувство, что я недостаточно дисциплинирован. Поэтому мне нужно поехать в такое место, для того, чтобы я стал дисциплинирован. Словно мне недостаточно этого. Или, как я уже сказал, этот путь иногда противоречив. потому что это правда, что вам нужна дисциплина. И опять-таки, вам не нужна дисциплина. Бывает время, когда вы делаете, бывает, когда вы не делаете. Но если вы следуете применяемым принципам, спрашивая себя, кто тот, кому нужна дисциплина, то осознаете, что ваше истинное «я» никогда не нуждалось в дисциплине. Только ваше эго. И поскольку вы не эго, никого не остается для дисциплины. И все это сглаживается. Когда вы говорите «дисциплина», что имеете в виду? Какое определение может быть? Я имею в виду не быть невежливыми с людьми, не быть несносными, быть добрыми и любящими. На первое место ставить других людей, иметь сострадание, помогать другим. То есть вы говорите не о медитации и мантрах? Медитации и мантры – это хорошо. Но они всего лишь делают ваш ум однонаправленным. Тогда это не важно, даже сейчас, заниматься медитацией? Для некоторых людей это важно. Опять-таки, если вы делаете своем тихим, это не обязательно. Но все духовные практики, о которых вы говорите, для того, чтобы успокоить ум. Когда ум спокоен, все происходит само по себе. Когда ум шумит, мир становится реальным и ужасным для вас. Поэтому мантры успокаивают ум, медитация успокаивает ум. Все ведет к успокоению ума, чтобы успокоить ум. то есть, чтобы все это делать, не обязательно нужны определенные вещи, определенное время или сила ума. Однако, есть люди, которым действительно нужны практики такого рода, потому что они такие в этой жизни. Откуда вы знаете? Все это карма. Ваше сердце скажет вам, что чувствуется хорошим, что чувствуется правильным. Сегодня по дороге сюда на скоростной автостраде я спросил, с кем было это состояние или еще какое-то. Я сделал это по дороге сюда, и я был действительно спокойным. Даже если я думал о спешке, кому пришла эта идея? Вы знаете, ум продолжал все время задавать эти вопросы, и несмотря на то, что так было, я не чувствовал себя громким или раздраженным, потому что я не отождествлялся с тем, что приходило. Это прекрасная психотерапия. И это все, что есть? Хотя есть ли? Нет, это высшая форма. Я о том, что это продолжало приходить, но между этим была какая-то тишина, потому что, как только что-то поднималось, возникал вопрос, чтобы отменить любое ла-ла-ла, картинки, которые его сопровождают. Как только ты начинаешь думать, время в пробке, и вы знаете, как ум пляшет, это просто прекращается. И еще я сделал нечто, может быть, это совершенно не связано, но каждый раз, когда я это делал, я видел, что было что-то наподобие, я не знаю. Когда вы удержите этот момент, то удивитесь тому, что произойдет. я подумал, да, если бы я мог делать это постоянно, все бы растворялось. Да, вы должны ловить себя. Какие бы мысли ни приходили к вам, просто спрашивайте себя, кому приходят эти мысли. Даже если это были хорошие вещи, я так и делал. И вы знаете, и это делало их ок. Но я не знаю, как это сказать. Я понимаю, у вас хорошо получается. Это хорошо. Я подумал, вот это да, если бы я мог так делать постоянно, было бы здорово. Спросите себя, кому нужно делать это постоянно. Когда вы это делаете достаточно часто, это начинает действовать на вас. Оно вроде действовало на меня какое-то время. Это не чувствовалось чем-то неудобным, это ощущалось очень естественным, очень естественным местом, чтобы быть. Кажется, это отстранить себя немного и не чувствовать личное вовлечение, что есть здорово. Это так, да. Для многих людей достаточно делать только это. Что это? Для многих людей достаточно делать то, что вы делаете. Но не можете ли вы таким образом задавать слишком много вопросов? Нет, если вы хотите пойти глубже, то можете пойти глубже с этим. Но не делайте это, когда ведете машину. Когда вы ведете машину, достаточно того, что вы сделали. Но когда вы приходите домой, то могли бы делать это по-другому. Вы можете спросить себя, например, если вы чувствуете себя в депрессии, к кому это приходит? И затем осознаете, что это приходит к вам. И вы говорите, это приходит ко мне, я чувствую это, я чувствую депрессию, я чувствую себя ужасно. Затем вы спрашиваете себя, кто это я, откуда это я, который чувствует себя ужасно. Но не отвечайте. Просто отслеживайте его. Отслеживайте я до его источника. И вы осознаете, что вся жизнь и относительный мир привязаны к я. Когда я растворяется, все остальное растворяется с ним. Это происходит само по себе. Вы просто идете глубже за я, глубоко-глубоко. откуда приходит это я или кто я. Любое, что вам нравится. И вы осознаете, что оно приходит из ниоткуда. Оно не существует. Оно никогда не существовало. Вы свободны, вы яркие и сияющие. Вы одно. Вы не будете просто сидеть и созерцать ваш центр целый день? Вы все равно собираетесь делать ваши дела и всякое такое? Конечно, да. Вы даже начнете делать ваши дела лучше, чем вы делали раньше. Иногда я чувствую, когда я ушел в йогу, то видел себя сильным. У вас неправильное переживание. Правильный путь – это позволяет телу делать то, что оно должно делать. Ваше тело пришло на эту землю с какой-то целью. Так это выглядит. И ваше тело будет делать то, для чего оно пришло сюда. Но это не имеет никакого отношения к вам. То есть это вы имеете ввиду, когда говорите, что мы не деятели? Правильно. Вы не должны беспокоиться о работе или неработе. Все, что вы должны делать, вы сделаете. Все предопределено. Просто будьте счастливы. что произойдет, когда у вас закончатся деньги, и вы не сможете работать? Почему вы считаете, что это произойдет? Видите, вы придаете ему силу. Вы считаете в уме, что такое может произойти. Это может быть скоро, так кажется. Но тогда размышлять об этом в уме. Это приводит к его усилению. Чем больше вы беспокоитесь об этом, тем сильнее оно становится. Но если вы выдавите эту мысль из вашего ума, ваше всеприсутствие выйдет на передний план. Что если вы скажете, кому приходит эта мысль, кому приходит этот страх? Да, это вы тоже можете сделать. Страх бедности существует только потому, что это эго боится, что оно бедное? Конечно. Помните, что деревья не страдают от нехватки вести, как и цветы. Если не получается цвести, все прекрасно. И вы тоже. Вы не можете испытывать нехватку, только умственно. Верьте, доверяйте себе и доверяйте Сире, который знает путь, который внутри вас, и все будет хорошо. Я помню, как вы сказали, что если все предопределено, тогда, по крайней мере, на земном плане, не нужно смотреть на нас, которые пытаются быть бедными или богатыми. Разве вы не смогли бы все равно смотреть на такое более-менее с той же непривязанностью? Но для кого есть бедные и богатые? Кто должен смотреть с непривязанностью? Это опять возврат к эго. Чем больше вы боитесь быть бедным, тем сильнее эго. Для истинного я, богатство и бедность это одно и то же. Поэтому чем больше у вас страха, тем дальше вы уходите от истинного я. И то, что Роберт говорит, предопределено. Так что беспокойство о чем-то не меняет этого. Это не так, что с этим ничего не нужно делать. Осознавайте, кто вы есть. Кто богатый и кто бедный. Когда вы достигаете покоя, это за пределами богатства и бедности. Поэтому каждый раз, когда появляется страх бедности, это только эго. И когда есть истинное я, вы всегда богаты. Книга «Полевые лилии». Там то же самое говорится. Зачем беспокоиться о бедности? Ну конечно мы можем это делать, но это правда в том, что если вы течете с хармой, то не можете страдать. Никогда не будете страдать. Это невозможно. Но если так кажется, то это страдает эго? Страдает эго. Вы должны работать над собой. Если вы поменяете обстоятельства, это нехорошо. Например, если вы думаете, что у вас проблемы с вашим мужем, что у него нет работы, что он не может вас поддерживать, то говорите «Я обменяю его на другого мужа». Затем вы получаете другого мужа и получаете другие проблемы, потому что вы не разрешили их в собственном уме. И это должно начинаться и заканчиваться внутри вас. Вы не можете изменить внешние обстоятельства только на короткое время. Кажется, что можете, но это всегда возвращается назад. Цыплята всегда возвращаются в гнездо. Куда бы вы не отправились, куда бы не убегали, вам придется брать себя с собой. Если у вас сознание бедного, везде, куда вы пойдете, вы будете испытывать бедность. Поэтому не меняйте ничего, а работайте над собой. Видите, кем вы являетесь на самом деле, что вы есть на самом деле. И тогда вам никогда не придется снова беспокоиться о бедности. Это как высказывание Иисуса, ищите же прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. Потому что в том состоянии на самом деле мы ничего не делаем, потому что все отпустили, вы знаете. Я не работал и сейчас получил инвалидность. Нужно ли мне использовать ум, чтобы воображать себя способным работать, или это так же плохо? Только это делать, или с другой стороны это только временно? Я думаю, что буду воображать себя делающим то и это. Лучшее, что вы можете, это сделать себя счастливым. счастье позаботится об остальном. Будьте счастливы до глубины души. Не смотрите на обстоятельства. Обстоятельства меняются. Делайте себя действительно счастливыми, потому что вы таковы и есть. Не потому что у вас что-то есть, а потому что вы есть. Счастье не имеет никакого отношения к человеку, местам и вещам. Счастье это состояние ума. Если вы сможете быть счастливыми, это изменит все в вашей жизни. Вы включаете переключатель самоисследованием? Да, но забудьте о переключателе. Будьте собой, и вы будете знать, что делать. Вы пришли на эту землю не для того, чтобы страдать. Вы пришли, чтобы найти себя и быть счастливым. , чтобы это не , Субтитры создавал DimaTorzok